Всем здравствуйте! Константин, привет! Привет, Ром! Прошло совсем немного времени и вот мы снова... Полгода даже больше. Полгода? А чей Крым? Крым наш. По-прежнему? По-прежнему. Хоть что-то в этой жизни не меняется. Ну а так сам как? Что у тебя? Что у меня? Ты хочешь спросить, наверное, про проблемы, с которыми я обращался до этого. В общем, часть проблем решилась очень положительно для меня. То есть по работе там меня восстановили. Сейчас основной вопрос у нас упирается в медицину. О чем мы сейчас, я хочу поговорить об этом, Бен. С 23 года у меня проблемы со спиной. То есть я столкнулся с этим. Ну, возраст уже подходит. И понял, что проблемы у нас глобальные в этом плане. И тут даже не вопрос нехватки врачей. Вопрос нехватки специализации и самовластия какого-то... Человеческого отношения. Да. Человеческое отношение тоже, кстати. Самовластия единого самовластия начальников. То есть ЦРБ, администрации. Ведь проблема-то не у одного меня. А получается самовластия единиц. Да, единиц, которые решают жить тебе, не жить, лечить тебя, не лечить, скорую к тебе отправлять, не отправлять, в терапию тебя класть, не класть. Вот. Похоже на какой-то феодализм. Да, да. В том-то и дело, что много у меня появилось знакомых, да, и некоторые друзья у меня, да, с такими же проблемами. А это бич 21 века. Вот сейчас остеохондроз, эти грыжи, они... Я думаю, у тебя тоже, наверное, есть. Наверное. Просто они еще не обострились, и ты не знаешь об этом. И слава Богу, и никогда не узнаешь, надеюсь. Вот. Не дождутся. Не дождутся, да. И мой случай. То есть лечение началось в 23 году. Наши врачи... Ну, потому что компетенции у них нет. То есть невролога у нас нет, но только терапевт. Слушайте, невролог на сайте, на сайте есть. Невролог есть там даже какой-то еще суперский... Ну, опять-таки, мы уходим к тому моменту. Видишь суслика? Не вижу. Ты хочешь сказать, что это лукавство? Что это лукавство на сайте? Ну, хочешь так предположить, можно... Предполагаю, что так, да. Потому что невролога, нейрохирурга у нас точно нет. То есть вот моя история, да. На фоне там сидячей работы, физической большой нагрузки и острого респираторного заболевания, вылезает дикая боль в спине. Не дает ни ходить, ни сидеть, ничего. У нас этим занимаются кто? Только терапевты в поликлинике. У них стандартный набор уколов. Они тебя там 15 дней колят и отправляют обратно на работу. Ну, очень хотят отправить. То есть если ты не борешься, тебя отправят на работу. Если ты борешься, говоришь о том, они не имеют права по 323-му федеральному закону отказывать тебе в лечении. Но у нас почему-то на местном уровне никто не знает по 323-й федеральный закон о здравоохранении. Ну, почему он достаточно популярный 323-й? Там даже есть пункт очень популярный. Очень любят его граждане СССР 2.0, как они себя называют. Там целый пункт на около 50 страниц о трансплантации, кстати, органов. И там из этого пункта следует, что трансплантировать можно даже, кстати... Ну, детей нельзя, но если в случае... Может быть вырезать вот этот кусочек? Это 323-я ФЗ. Ну, это далее. А далее что получается? Два месяца. Я, грубо говоря, мыкаюсь-ныкаюсь. Меня гоняют туда-сюда. Ничего не происходит. Состояние здоровья ухудшается. Я добиваюсь. То есть, допустим, у меня есть знакомая бабушка. Она не может этого добиться. Она не может ходить, да? То есть, она уже просто махнула рукой, говорит, я умру уже. Ну, все, ничего делать. Ну, все. Ну, не лечат. Угу. Отказывают. То есть, что ты пришла? Ну, что ты пришла? Ну, что ты пришла? И мне так же говорили. Ну, я как бы человек грамотный, да? Я говорю, ну, вы не имеете права этого делать. Я говорю, вы же понимаете, что, ну, это как бы незаконно. И мне после вот этих нескольких разговоров дают направление в Хабаровск. Я приезжаю, делаю МРТ, иду к неврологу, по записи бесплатно все, да? Невролог смотрит МРТ, говорит, батенька, это не мой вопрос, это вопрос нейрохирурга. А у меня уже ноги начинают отниматься потихоньку, то есть, ну, я даже не говорю, не очень ничего не понимаю, встать не могу, ноги не ходят. Ну, и все. Я иду за платок нейрохирургу во вторую краевую больницу. Там нейрохирург смотрит на МРТ и говорит, опа, дорогой друг, а ты вообще, ну, как бы, жить хочешь, ходить хочешь? Я говорю, ну, хотелось бы. Он говорит, ну, вот иди сюда, смотри, у тебя защемление, да, выпавшая грыжа, у тебя дает на спинной мозг. Если ты, говорит, не сделаешь операцию, ну, в принципе, ну, скоро ты будешь лежачим. Я приезжаю сюда, у нас такие глаза у терапевтов, да вы что, а мы думали, просто устёх англос. Ну, конечно, у них нет компетенций. Стандартный набор этих медикаментов, которые ходят, медикал, мафлуток и так далее, им говорит, что они помогают. Тогда им не надо лечить этим терапевтом. Терапевтом, может, вам тогда не надо лечить, а то люди так вот приходят на приеме. А я же депутат, я же не терапевт. Терапевт участковый должен быть, но он должен понимать, что... Некоторые понимают, просто они же опять-таки зависят от начальника. То есть начальник говорит, вот главврач говорит, вот у меня комиссия ВК, я и мой зам. И мы решаем, кого лечить, кого не лечить. Вот этот мне не нравится, всё, он пойдёт, он здоров. А вот этот вот мне нравится, я его положу, полечу. Ну или там с большого пинка, когда уже, извините, дали. Ну ладно, положим. Это вот я немножко вперёд забираю. Подожди, но это получается на фоне, на фоне вот этого, даже вопрос отсутствия хирургов, он меркнет. У нас получается вообще отношение... Да, я про что и говорю. Я делаю операцию, то есть даю мне направление, я делаю операцию, возвращаюсь, 4 месяца реабилитации. Я лежал с одним парнем, зовут его Иван. Нам вместе сделали операцию. Одинаково, у него получше случай был, у него защемление меньше было. Но он живёт в Хабаровске. И мы с ним на связи, до сих пор хорошо общаемся. Я приезжаю в Николаевск, мне просто отправляют больничный, причём стараются поскорее закрыть. Врачи не скрывают, что с ними проводят беседы и администрация ЦРБ, и администрация района. Ну, потому что у меня с ними конфликт. Ну, не у меня с ними, а у них со мной. Потому что, ну, я имею своё мнение, как бы считаю его правильным. Они не считают, что это у меня правильное. Ну, сам знаешь, как у нас там это всё решается. Сталкивался с этими людьми. Ну, да, знаком. Да. Вот. И получается как, товарищ мой в Хабаровске, сразу говорю, в Хабаровск, Москва, территория Сириус, там, Новосибирск, вопросов у врачей там не возникает. И они сразу спрашивают. Вот я, допустим, приезжаю какие-то там сдавать исследования проходить, анализы какие-то, лечение, реабилитации. Начинаем рассказывать случаи в Николаевске. Они говорят, почему так? Почему вас не лечат? Ну, мы видим, у вас все показания. Я говорю, я не знаю. Они говорят, они что, ну, как бы законов не читают, они бессмертные или что такое. То есть там, у меня вопросов нет. Приезжаешь и тебе всё делают. То есть там, как большая земля. Мы вот где-то вот здесь вот в какой-то финальной деревне живём. Приезжаешь в Хабаровск, всё, у тебя лечат. Но вопросов не возникает. Да, на карте мы тоже, значит, так находимся тоже так. Далеко. Да. То есть вопросов у врачей там нет. И они понимают, они говорят, да. То есть бывают такие ситуации там. И до года можно сидеть, а иногда там, если обострение. Ну, всё, всё это, ну... Даже сам Нейда Хирург, другой, который меня смотрел, говорит, я сам в спинале 15 лет как бы мучаюсь этим. Я, говорит, спасаюсь только с Шмаковкой. То есть, ну, он из Хабаровска на поезде ездит в Приморье в Шмаковку. Говорит, вот там всё, там нормально делают. Раз в полгода я туда езжу. Раз в полгода? Понимаешь? А у нас? Я четыре месяца просто вот так вот. Меня гоняли на приёмы раз в 15 дней. И пытались выписать. Врачи мне, ну, рядовые. Я понимаю, они подневольные люди. Запуганные. Запуганные. То есть, им говорит Блафрай, всё, этого с пляжа. Но они ничего не могут сделать. Тем более, ВК его. То есть, он комиссию врачебную. Сам подписывает. То есть, он решает. Будет у тебя больничный, не будет. Получается, не будет. Не будет. Головрач получается. Он головрач. Он руководитель хозяйственных всей больниц. Руководитель всего. Плюс ещё руководитель комиссии ВК. У него специализация-то какая? Ну, насколько мне известно. Гинеколог. Ну, на сайте должна информация быть. Ну, на сайте нет. Ну, на сайте нет. На сайте нет. Ну, если гинеколог, значит, должен по гинекологии что-то возглавлять, наверное. Ну, если там вопросы, да? А ВК? А если по нейрохирургии, ну, ты никак не можешь этого делать. То есть... Подожди. Может быть, он самоучка какая? Просто он может понимать. Нельзя. Нельзя. У врачей есть специализация. Каждые пять лет они там подтверждают свою квалификацию. Кто-то там первую категорию, кто-то вторую, кто-то высшую. Вот у меня мама, допустим, была специалист высшей категории. Ну, то есть врач высшей категории. Рентгенолог. Она всему району нашему делала, описывала рентгенологию. И другие снимки смотрела. Потому что у неё была специализация. Она могла смотреть не только лёгкие. То есть у неё там она могла и перелом где-то глянуть там, и ещё что-то, да? У неё это было... Она этому училась. Она в Хабаровск ездила и каждые пять лет подтверждала свою квалификацию. Насколько я знаю, у этих по нейрохирургии точно нет. Подожди, ну смотри. Судя по тому, как вот у нас приезжал в РИО губернатор, товарищ Демешин, судя по тому, в каком состоянии находится вход центральный в отделение хирургии, ну и просто даже, понимаешь, я такое ощущение. Ребята заняты просто все делом. Они изучают нейрохирургию по книгам. И хозяйственнику нашему, им просто некогда заняться хозяйством. А все другие, они плохие, работать не хотят. Пользуйся, подожди. Пользуйся тем, что наш главный хозяйственник по нейрохирургии занятий проводит себе самостоятельно. Может быть он учится, надо узнать. Может он на самом деле защищает дистанционно где-то. Возможно. Я не буду с этим спорить, но тогда извини меня, дорогой друг, если ты это делаешь дистанционно, ну ты никак не можешь отойти от заключений реабилитационного центра, от заключений МРТ, да? Он же главный врач. А как это возможно? Ну если в МРТ написано отек костного мозга. Ну, соответственно... Ну, может быть он не поверил. Соответственно болит-то из-за чего? Из-за отека. Ну понятно. Из-за отека. Вот ударят тебя по голове, у тебя вылезет гематома, это будет отек. Она у тебя будет болеть очень долго, пока она не уйдет, пока ее тебе не вылечат. Так и будешь ходить с мигренями и болями. Это они тебе угрожали что ли? Нет? Нет, это я просто ситуацию... Я просто ситуацию тебе проектирую. Понимаешь? Не, ну подожди. Ну если ты говоришь 323 не считали, просто многие может не знают. А у нас главный врач в любом случае занимается. У нас люди, понимаешь, этого и не знают. То есть вот у меня девушка знакомая, да? У нее еще хуже, чем у меня. У нее там вообще позвонок разрушен. Но она по незнанию, она с дикими болями ползет на работу. А у нее там дети. Я говорю, а ты вообще как собираешься? Все детей поднимать надо. Ты должна о своем здоровье подумать. Она говорит, Костя, а я вот не могу, я не могу как ты. Вот ты грамотный, ты знаешь. Вот ты можешь там что-то пробить, продавить. Я говорю, пробить, продавить, мне тоже это стоит много и усилий, и нервов, и всего. Ну, если мы этого делать не будем, мы так и останемся на этом феодальном уровне развития. Да. То есть и у нас этот главный врач со своим замом будут решать наши судьбы. А так как на них давят с администрации, социалка наша дорогая, то есть мне врачи рядовые, которых я не обвиняю, ну а как они что не сделают, если им запрещают, да? И если их вызывают на ковер в администрацию, говорят, почему бы этого Курмакина не выписали до сих пор? Да такого быть не может. Ну не может. Как это может быть такое вообще, что наши, что наши, тут у нас такие отношения феодальные. Знаешь, знаешь. Кому-то так дорогу сильно перешел. Ну, заместитель у нас главный по социальным вопросам. Все мы знаем или бессменно. Я очень знаю нашего заместителя. Я знаю Светлану Владимировну. Это замечательный человек. Среди людей администрации занимает такие прям, ну мне можно я все расскажу, занимает такие прям очень, такие четкие, эффективные позиции. Позавчера, да? Позавчера, да? Позавчера, да? Позавчера у нас была встреча в Рио губернатора, да-да-да. Дмитрия Викторовича Демешина с жителями. Кстати, тоже очень занятные постановочные вопросы, 50% административных работников задавали. Но Дмитрий Викторович молодец, он свою встречу растянул, и под конец он уже понял, да, кто конкретно вопросы задает, наболевшие. То есть там под конец, как мне рассказывали, уже даже дрались за микрофон, чтобы задать вопросы. Что-то такое было. Понятно, что он все вопросы решить сразу не может, но это я для людей, да, говорил. Драться не драли сразу, скажем так, и чуть ли там нет, но достаточно агрессивно проходили некоторые... А ты там был? Конечно. Да, ну вот. И, то есть, если люди, ну, на словах мы все, как бы, да, можем говорить. Слова к делу не пришьешь, он человек, прокурор, да, заместитель, то есть он работает от бумаги. То есть я вот написал обращение, я знаю, у меня есть на это доказательства, все там, мои выписки там, да, мои разговоры с врачами, где там откровенно говорится о том, как, что это происходит и почему и для чего, то есть пишется обращение на листе бумаги формата А4, просто все губернатору в ее ДВ Демешину, вот, такого-то, такого-то адрес, телефон и суть проблемы. И все принимается, то есть, ну, конечно, там в соцсетях, когда ему пишут, я проходил, я сам несколько раз написал, почему я и пошел на встречу, чтобы, ну, лично замыливается. Даже у него, он сейчас чистится, да, правительство, но есть его помощники, которые вот отвечают отписками. Вот он очень хорошо сказал про прокуратуру, а у вас что, прокуратура не работает? Да не работает, не работает. Сколько я писал, мне приходят отписки. Я решил свои вопросы, два суда выиграл, после этого мне приходит от нашей прокуратуры. Знаешь, какой ответ? Замечательный. Вам были разъяснены ваши права, вы в суде защищаете свои права, то есть, вас восстановили там-то, какие мы молодцы, мы вам помогли. Так я сам все это сделал, вы мне ничего не помогли, у меня куча ответов. Давай сразу маленько еще тогда в сторону, и ты говоришь обращаться непосредственно к Демешину, где он сказал, у него ВКонтакте, у него помогут на Телеграм, да, все отлично, можно обратиться, где-то отписка, где-то и пройдет. И вот такие мероприятия тоже. Либо, либо еще можно написать депутат, у нас есть замечательные депутаты, у нас есть Антон Охтямов, у нас есть Худяков Михаил, у нас есть Гладышев, да? Краевого надо брать, пока еще не переизбрали. Депутата. Но когда переизберут, уже, ну, нового. Гадик, Кратко, конечно, Богимян, конечно. У него есть заход, то есть он может спокойно зайти. Так он об этом вчера и говорил, вот, к ним. Но есть еще организации, которые просят, говорят, вы нам пишите. Ну, вот, например, такая организация, как себя позиционирует, мы общественники, я буквально 30 секунд, кобра, я уже об этом записывал в обращении. Это больная система. И люди, да, люди, как бы, мне говорят, ну, это кто такие, ну, как бы, я отсылаю к своему видео обычно и говорю, вот, посмотрите, кстати, кому, если интересно, это вот, я ссылочку тоже размещу под видео, вот на это вот, явление природное здесь. Поэтому, как бы, ну, смотрите, они, как бы, вас просят, отбирают личные данные у вас, да, еще, вы им пишете, они вам пишут. Ну, вот, как вот эта прокуратура? Ну, вот, вы решите, решайте свои проблемы. Тоже тут, это что, хабардисты, что ли? А дианетики там? Я думаю, ну... Мы делаем все, чтобы люди сами решали свои вопросы. То есть, помогаем им, развивая в них силу воли. Кстати, да. Это похоже на прокуратуру. Подожди, так это же саентологи так работают. Что, саентология, что ли, у нас? Короче говоря, вот про эту организацию, я вам скажу просто, вы, вы так, вы смотрите, как бы, да, есть Демешин, есть депутаты, есть районные, городские, есть краевой депутат Николаевский, уровня ЛДПР, серьезной партии политической, которая тоже в парламенте представлена, да, смотрите, я вот, я представитель партии КПРФ, я не зову коммунистов, там, к нам, депутатам, скажите, пойдите к ЛДПР, я не пиарю КПРФ. Я, наоборот, говорю, вот у нас много депутатов, хотите, придите на прием, конечно, и к нам, но для чего писать кому-то, допустим, кто-то назвался, я вот, Надежда, например, Европы, приходите ко мне, пишите, или друг Путина, вы приходите ко мне и пишите, да, ну что за бред какой-то. Поэтому пишите непосредственно, либо губернатору, либо депутатам, собственно, либо, 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 куда конкретно инстанцию, куда вам надо написать, собственно говоря, можно делать добавить. Да, я тебе хочу сказать, что, вот, куда я только не писал, в основном идут отписки. Ну, есть такое правило, ста писем, если кто не знает, может, смотрел фильм, да, побег от Шоушенко, вот там вот сиделец добивался библиотеки. И он писал каждый день по одному письму в судебный департамент, в департамент этих тюрем. Писал, 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 в итоге, далее, там, через месяц, через два, я уже сейчас не помню. Когда далее, он сказал, а теперь я буду по два письма писать в день. Вот, понимаешь, ну, вот, но у нас, видимо, по-другому не работает. То есть, у меня уже куча этих отписок, у меня прям папочка создана от разных инстанций. И я не буду говорить, я не буду скрывать, вот, помощник, да, у Дмитрия Викторовича, ну, вот, тоже как-то отнесся, видимо, ну, спустя рукава или что. То есть, я говорю, я готов вам все предоставить. Но они что делают? Они запрашивают в Николаевской ЦРБ информацию, и на основании этой информации, не проверив ее никак, дают мне ответ, отписку. Ну, это, согласно 59-му федеральному закону, они нарушают пункт, который четко регламентирует то, что нельзя отсылать, делать отсылку жалобы тому, той организации, на которую жалуются, собственно. А у нас это повсеместно происходит. Это как-то, ну, непонятно, да. Я думаю, что вот этого помощника, товарища Демешина, нужно отправить на практику к пулемету Дегтяреву, чтобы он там потренировался, подавать ленты, и было бы вот нормально тогда, да? Может быть. Ну, не успевает человек тоже, нет, ну, согласись, помощник один, а людей очень много. Я понимаю, и я понимаю, что, Дмитрий Викторович, не может все отследить, и каждого помощника отследить. И помощник пошел по пути, наименьшего сопротивления, запросил у КГБУС. Конечно, 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 НЦРБ. Они, соответственно, ответили, что да. Ну, они что, они будут говорить, да, нет, вот мы вот действительно, да, у нас самовластие, мы злоупотребляем. Извините нас, пожалуйста, сейчас мы все исправим. Нет, такого такого не скажем, да? Ну, я про что говорю? Ну, давай к делу-то. Ты весь, ты весь реально, ты болеешь. Я помню, как ты тоже вчера же приходил, ты настолько долго на этом не усидел, в поту весь сидишь, смотришь, товарища Демешина. А я вижу, ты опять начинается приступ, да? Ну, потому что да. И ты при всем приятном, ты двигаешься, они заставляют тебя двигаться. Ты пойдешь в ТИК работать, да, когда выборы пойдут? Смотри, в ТИКе как? Я бросить-то его не могу, ну, потому что... Ну, ребята там еще неопытные. Я говорю, ну, пожалуйста, Костя, ну, мы понимаем, что там болеешь и так далее. Ну, я говорю, да, естественно, нас не брошу, конечно, конечно. И придумаю, как там, может быть, и привечь где-то, да, но они все понимают. Есть понимающие люди. То есть у нас есть и руководители некоторые здесь, в районе, которые идут, да, на встречу, там, понимая. Или только работай, только делай, пожалуйста. То есть лежи, как хочешь. А вот есть вот конкретно такие вот, как... Ну, в общем, да, про выборы. Дмитрий Викторович на встрече сказал замечательную фразу про нашего главу. Ну, вы же его сами выбрали. Все верно. И просто бум был в зале. Люди начали просто кричать смех. Мы его не выбирали. Не выбирали. Правильно. Резонно, Дмитрий Викторович сказал, его избрали депутаты, которых выбрали вы. Совершенно верно. Опять бум в зале. Возгласы. Мы их не избирали. А как так получается, что не избирали? Правильно? То есть, значит, где-то что-то пошло не так. Может быть, в этом надо разобраться. Но я не к тому. Я к тому, что у нас впереди снова выборы. И чтобы не получилось вот этой вот ситуации, как была на встрече, да, я опять-таки, как председатель избирательной комиссии, всех призываю прийти на выборы и сделать свое волеизъявление. Просто потому, что нам здесь жить. И от тех людей, кого мы изберем, ну, зависит наша дальнейшая жизнь. То есть, вот, допустим, избрался у нас депутатом Роман Зайцев. Работает человек. Каждую пять, нету, с трех до пяти. Я же специально проходил... Кроватый, я тут слушаю, я не лезу. Не, я просто, я специально проходил, когда избрались депутаты, я их всех знаю, всех абсолютно знаю. И я ни разу не смог попасть на прием. Ни разу. Может быть, мне не повезло. Может быть, я перепутал день. Ну, хотя у них у всех есть расписание, его публиковали. В общем, про выборы, да? То есть, продолжаем. Все. Я всех призываю прийти на выборы и сделать свое волеизъявление. Я понимаю, что у нас, допустим, по списочному составу, даже на моем участке, 700 человек, на выборах президента показало, что, ну, 300 человек прийти могут. Остальные это люди, которые там прописаны и не живут. Ну, не живут либо уехали и так далее, по каким-то своим причинам. Но, да, то есть, люди все равно должны все прийти, и чтобы у нас не получалась такая ситуация, что потом мы губернатору говорим о том, что мы не избирали главу. Я понимаю, что по факту люди-то его не избирали. Самое избрание произошло такое. Потому что они не приходили на выборы. Да, да. То есть, там есть определенный круг, ну, то есть, блок социальщиков, да, кто боится за свою работу, которым говорят идти и голосовать за того-то, того-то. Вплоть до отчетности, что ты проголосовал. Понимаешь? Ну, все это прекрасно знают, как это делается. А остальные люди, смотря на это, не идут на выборы. Думают, ну, а что, мы же ничего не решим. Да решим. Если вы придете и проголосуете ответственно. Выборы 2024, и мы вернемся поближе к выбору. Мы запишем еще небольшие пилотные выпуски. А сейчас вот я хотел бы, Костя, ну, ты вот рассказывал про Ваню. Ваня там, вместе лежали. Да, 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 да. Я отврекся, мы ушли на другую тему. Меня здесь не лечат, то есть гоняют каждые 15 дней. Я должен прийти в поликлинику на отметку. Ну, и там занимаются моей выпиской скорейше. А Иван Хабаровский, сразу после того, как его выписывают с ККБ номер 2, начинает проходить лечение реабилитационное. Ну, мы с ним на связи, он мне рассказывает. И он через 2 месяца начинает скакать, как Сайгар. Он говорит, все, отлично. Так, естественно, тебе дали лечение. У него там, и в железнодорожной, он железнодорожник, в железнодорожной больнице. Он говорит, у меня и там и то, и то, и укол там, и до восстановительное. Все, говорит, две недели я плотно это занимаюсь. Все, я чувствую, что у меня ничего не болит. Я говорю, я понимаю, наверное, если бы меня так же, ну, как бы лечили, я бы тоже, наверное, побежал. Ну, у него там проблема произошла. Он вышел на работу после этого, ну, как ему полегчало. Ну, я бы тоже вышел, если тебе полегчало. Ну, да. И где-то через месяц, ну, без фанатизма надо это делать. Он крановщик. И он, ну, на фанатизме. И, короче, через месяц он опять заезжает на больничку, потому что Крис. Ну, опять-таки, ему сразу все делают. И, ну, он там раз в три месяца, в четыре тоже проходит эти курсы. Но он уже себя чувствует человеком. То есть, у него нет этих постоянных болей. А я вот сейчас с тобой стою, а у меня боли постоянные. То есть, полгода мне кололи лекарства, за мой же счет, которые мне не помогали. Я говорю о том, что они мне не помогают. То есть, я сижу на обезболивающем. Мне скорую, в последний раз, когда я вызывал мне скорую, вообще, сказал, ну, а что вы, лечитесь сами. Ну, изначально они проговаривали то, что была фрачном запрещает и так далее. Пару раз кололи травмодолу. Хорошо помогал. Ну, а одна скорая приехала, сказала, ой, это кто-то вам прям расщедрился. Травмодолы, конечно, они там уже, там, серьезные такие препараты, они же не могут быть постоянно. И только, и только в терапии, когда я пролежал, когда начали исполнять рекомендации нейрохирурга, терапевт, который меня вела, она добавила дексаметазон. И мне его не сразу начали колоть, а мне два дня через три после того, как я лег, ну, потому что у меня боль, я прошу, ну, обезбольте, обезбольте. И тут медсестра вспоминает, а, там, там же та, тоже прописали какие-то уколы, приходит такая, раз, вколола, и через полтора часа я такой, опа, а я что, живой что ли? Я что, не деревяшка, я могу как бы, ну, двигаться, и боль как бы ушла. У меня же заказали. Я побили, я тебе говорю, это прям, ну, вот так и было. И я, так как, сразу пойду, еще медсестру говорили, вы что мне укололи? А, что такое, что такое? Я говорю, нет, я просто хочу знать, что за лекарство. Говорю, ну, мне полегче стало, скажите, пожалуйста. Говорит, дексаметазон? Ну, ты запомнил, сейчас я тоже запомнил дексаметазон. Копеечный, понимаешь, то есть у меня флотоп медикам, который тысячу стоит, за свой же счет я покупал мне калолик, который мне помогает. Дексаметазон, 150 рублей, подожди, это еще не все, да. И я открываю фармакологию. Ну, человек же грамоты читать-то умеет. Вот. И я читаю. Снимает отек мозга. Ничего себе. То есть у препарата конкретное назначение. На МРТ у меня написано отек костного мозга. Дорогие друзья, ну, 2 плюс 2, наверное, можно сложить. Алгоритмы сбились, скорее всего. Да. И полгода они не могли этого ничего... То есть меня кололи не тем, чем надо. Короче, Костя, я так понимаю, что попадание в правильный диагноз все-таки есть. Все-таки не просто так. А может, терапевт-то тот знал. Как говорит мой юрист, как говорит мой юрист, это тоже не решение. Я понимаю, потому что дециметазон, это все-таки гормональный препарат. Ну, мне уже говорят, я немножко поправился. Я стараюсь его не колоть часто. То есть я скорую сейчас не вызываю. Ну, зачем ее вызывать, если мне открытым текстом сказали, что, дорогой друг, ну, запрещено. То есть я, чтобы в терапию лечь, я 7 раз вызывал врача на дом. С 4 раза только ко мне приехали. Понимаешь? То есть вот такое. Я понимаю, что мне никто не будет ничего оказывать. Каждый раз гонять в скорую, чтобы они не колят свои препараты пациента. Они колят то, что у них есть. Есть у них дециметазон в аптечке, в своей нету. Приедут они, я им скажу, вот дециметазон мне помогает. Уколите, пожалуйста. Нет, нет, все. Ну, что? Я, естественно, выйдя из терапии, я первым делом поехал в аптеку и закупился этим дециметазоном. Но я им не злоупотребляю. То есть я терплю, я хожу, я хромаю. Когда уже совсем начинается, я, у меня есть человек хороший, который мне может управлять его. Я к нему еду, он меня колет. И я как бы расправляюсь и иду дальше. И на этом живу. Пока. Ну вот мы сейчас с тобой встретимся. У меня такое ощущение, что ты горец получается. А не у тебя что-то получается. Вот я слушаю, получается, человека получается просто изживает, изживает из этой жизни. Целенаправленно. Ну, я депутат могу об этом сказать. Целенаправленно выкатывает его из этой жизни. А он живет. Это горец, ребята. У нас у них горец. Вырез Константин Бурмахин. Константин, мы продолжим. Мы вернемся. Администрация уже закрывается. Поэтому надо идти, надо идти. У тебя там диктовитозон, мне там дальше тоже бегает еще. Собак надо покормить. У нас такой-такой вопрос с бродячими животными. Такой вопрос с домашними животными, с домашними людьми, с бродячими. Какие только нет вопросов у нас. Но самый главный вопрос у нас, самый главный, очистные сооружения, они вообще никого не волнуют, ребята. Этот вопрос даже не прозвучал у Демешина, потому что, ну, об этом уже мы говорили. Но самый главный вопрос у нас, ребята, это наша набережная. Без набережной мы не сможем вообще никуда. Мы никак не сможем просто жить. И нашим, я считаю, что это прям необходимо. Ты скажи свою фразу, которую ты говорил на собрании депутатов. А, ну фраза. Про будущее, про будущее. Это недалекое будущее. Эта набережная нам позволит остаткам выжившего населения гулять, прогуливаться с зонтиками радужными. Пойти на набережной. Вот смотреть, как наши в белом китайские друзья ходят и выгуливают своих детей. Короче говоря, картина. А рядом, рядом, рядом им они будут проплывать биологические, эти, как они, нет, не биологические, ну да, ЖБО. ЖБО там всякие, жизни, эти, отходы, короче говоря. Вот эти жидкие бытовые отходы, твердые бытовые отходы, они будут туда плыть без очистных. Ну, это все будет происходить на самой красивой во вселенной набережной. Друзья, администрация закрывается, все, все уходят по домам, и мы тоже. До скорых встреч, надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok